МОНОГОРОДОВ Каждый участник направил по пять предложений или проектов, которые необходимо реализовать в городе в сфере образования, здравоохранения, строительства, дорог, ЖКХ. Для анализа и создания приоритетных условий для МОНОГОРОДОВ на федеральном уровне. Морис Беляев обозначил проблему подготовки кадров и предложил поддерживать МОНОГОРОДА, готовые развивать движение WorldSkills. 12 ноября в администрации состоялось совещание, на котором обсудили план внедрения и продвижения бренда городского округа. Представители полиграфических компаний внесли свои предложения и представили образцы своей продукции. 15 ноября глава администрации Борис Беляев провел совещание, главной темой которого стало создание индустриального парка на территории городского округа город Кумертау. Индустриальный парк – это территория, наиболее приспособленная для развития производств и производственных услуг, на которой присутствует вся необходимая инфраструктура. Есть участки земель, готовые к размещению, покупке или аренде. Подведены сети коммуникаций и другие элементы транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. Руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили перспективу увеличения мощностей для резидентов индустриального парка. В ближайших планах – разработка проекта индустриального парка «Воротыновский» и поиск резидентов. 11 ноября ФОК «Юбилейный» в рамках соглашения по развитию опорных видов спорта, заключенного с Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы главы администрации. 12 ноября состоялись финальные схватки и торжественная церемония награждения победителей. Кумертауские спортсмены завоевали одно первое место, семь вторых и шесть третьих мест. 16 ноября сектор по опеке и попечительству администрации города Кумертау выступил организатором конференции для опекунов. Председатель Совета опекунов Татьяна Соцкая доложила о текущей работе и планах на следующий год. Также в рамках конференции прошло участвование у опекунов и приемных родителей. Благодарственные письма от главы администрации за многолетнее сотрудничество и воспитание семейных ценностей получили лучшие представители опекунов. С 17 по 18 ноября в Уфимском конгресс-холле проходил форум, посвященный проблемам женщин под названием «Диалог женщин». В работе одного из самых крупных мероприятий в рамках подготовки ко второму Евразийскому женскому форуму принимает участие заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и глава Республики Башкортостан Рустем Хамитов. На форум съехались около 400 руководителей общественных организаций, женщины-лидеры из регионов России и стран ближнего зарубежья, стран ШОС и БРИКС. Город Кумертау представили заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина и методист молодежно-подросткового центра «Самоцветы» Марина Сафонова. Кроме того, Марина Николаевна выступила с докладом на одном из секционных занятий. 18 ноября глава администрации встретился с представителями писательской организации города Кумертау, встретившей свой 20-летний юбилей, и членами правления Союза писателей Российской Федерации Республики Башкортостан. Борис Беляев поздравил юбиляров, пожелал плодотворной работы и творческих успехов. На этой неделе Кумертауский горный колледж объявил о наборе слушателей на курсе по профессии швея. В ближайшее время в городе откроется новое производство по пошиву спецодежды. Уфимская швейная компания «Магеллан» ранее провела встречу с горожанами, заинтересованными в поиске работы, и объявила о предварительном наборе кадров. Всего швейному производству будет необходимо порядка тысячи швей. Теперь об основных мероприятиях следующей недели. 22 ноября в Центре детского творчества пройдет ярмарка учебных мест для выпускников 9-11 классов. Ребятам представится возможность попробовать себя в профессиях, которые предлагают средне-специальные и высшие учебные заведения города. 26 ноября с 12 до 18 часов в торговом центре «Кумертал» для мам и их детей будет работать традиционное мероприятие «Мамин городок». Юные посетители смогут попробовать себя в роли врача, повара, военного и многих других, а мамы получат возможность проконсультироваться у специалистов социальных служб города, посетить мастер-классы от лучших представителей индустрии красоты. Для всех посетителей скидки и розыгрыши приглашаем желающих принять участие. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин